На скамье подсудимых двое. Это 26-летний Никита Галаган и его подельник Денис Хадзиев, 24 лет. На совершение убийства прилежные студенты, заочники, абаканцы. Обоим предъявлены обвинения по четырем статьям. Галагану убийство, похищение человека, покушение на похищение человека, уничтожение чужого имущества. Хадзиеву то же самое, кроме убийства с приставкой «пособничество в» плюс сокрытие преступления. Галагану предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за похищение человека. За данное преступление, предусмотренное частью второй статьи 126 ГК РФ, наказание в виде лишения свободы предусмотрено до 12 лет. Страшная трагедия случилась 15 июня поздним вечером в Минусинске. Никита Галаган пришел с претензиями к своей подруге по поводу того, что она захотела закончить с ним отношения. Чтобы выдворить назойливого гостя из квартиры, девушка позвонила своей 25-летней подруге, которая пришла вместе с трехлетней дочерью. Дальше, по версии следствия, между гостей и Галаганом завязался конфликт, в ходе которого он зарезал девушку тремя ударами. После чего Галаган заставил свою подругу замыть следы крови белизной. Тело убитое преступник решил сжечь на подсинских дачах. Для этого на помощь вызвал по телефону из-за бока на друга таксиста. Вместе с Денисом Ходзиевым тело завернули в ковер и положили на заднее сидение машины. Плана Галагана было и убийство свидетелей страшной расправы, трехлетней девочки и бывшей подруги. Но девушке удалось спастись от смерти. Она крикнула на помощь соседей, которые вызвали полицию. А вот малышке выжить не удалось. Ее Галаган увез с собой и зарезал на дачах. После тела мамы и дочери сожгли в домике пенсионерки Алевтины Аршановой. Прежде всего, чтобы не назначили максимального наказания, это пожизненное заключение. Все-таки возраст молодой. Поэтому считаю, что необходимо все-таки назначить более мягкое наказание. То, что приговор для Галагана и Ходзиева будет суровым, пожалуй, нет сомнений. Как долго продлятся судебные разбирательства, неизвестно. По делу проходят 30 свидетелей. Виктор Буро, Сергей Казимин, Вести, Хакасия.